Северный ледовитый океан в этом году лишается льда ещё быстрее и масштабнее. В период с августа по октябрь здесь происходит ежегодное таяние льдов. Однако в последние несколько десятилетий оно затрагивает всё большие территории. По данным Американского национального исследовательского центра в Колорадо, на следующей неделе ледяной покров океана должен уменьшиться до рекордного уровня в 4 миллиона квадратных километров. Более того, таяние не прекратится и после этого. Как предполагается, ото льда освободится даже северо-западный проход, соединяющий Тихий и Атлантические океаны, который раньше считался непроходимым для судов. Количество льда в Северном ледовитом океане имеет критическое значение для формирования климата планеты. Этот регион нередко называют кондиционером Земли. Ещё один фактор, который оказывает влияние на состояние арктического бассейна – загрязнение окружающей среды. Ежегодно в моря, окружающий океан, сбрасываются миллионы кубометров неочищенных вод, нефтепродуктов и химических отходов. Таяние льда также сказывается на популяции арктических животных – белых медведей и моржей, которые используют лёд как платформу для отдыха и охоты. Напомним, в июле этого года было зафиксировано и рекордное таяние льдов в Грелландии. Снимки со спутника НАСА подтвердили, что растаяло более 97% ледяного покрова острова. В том же месяце от гренландского ледника Петермана откололась ледяная глыба размером с Париж. Продолжение следует... Продолжение следует...